здравствуйте друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей в сегодняшнем выпуске мы поговорим про прикатку шестерен на базе вот этих вот двух шестеренок видите да они так сфотографированы это естественно прикатной станок но просто не так расположены очень удобно и мы сможем изучить с вами несколько параметров то есть параметры именно прикатка как определяется да то есть и разберемся как выставить такое токарные ой токарный говорю такой контрольный обкатной станок но не именно такое вообще любой народа контрольный обкатной станок правильно при этом прикатать зуб и что можно понять по пятнам контакта полученными в результате выполнения этого действия в общем давайте устраивайтесь поудобнее погнали итак что мы здесь видим мы здесь видим две шестерны дату то есть две шестеренки, одна из них естественно ведущая, в основном это ведущая, это вот эта ваша шестеренка, и называют как говорится вал шестерни или просто шестерня и колесо. Колесо это у нас, чаще всего это ведомая шестерня, хотя я знаю механизмы, где все с точностью да наоборот, но это нам не принципиально. Далее чего производится обкатка? Для обкатка производится для того, чтобы определить какое пятно контакта, то есть какое пятно контакта на зубчатом венце мы получаем в результате зацепления данных колес пятно контакта это является комплексный показатель определяющий правильность изготовления наших шестерен и также их работу то есть если такой-то шумом сопровождается скрежетом и так далее то данные шестеренки нельзя вставить в узел еще скажу так обкатка то есть за счет того что вращается шестерню да то есть колесо она вращается так значит она вращает в эту сторону вашу шестерню до колесо верни это колесо вращается вращается помажется специальной краской откатывается пятно контакта и смотрим как кстати это пятно распыли распределено на нескольких участках зубьев может быть он отпечататься на всех зубе и так далее что еще важно при обкатке просматривать естественно при обкатке очень важно иметь боковой зазор как это все получить и какие параметры мы сейчас рассмотрим смотрите перед тем как любую прикатку начать не только даже не только даже конкретно этих шестерен любые прикатные станки контрольное оборудование должно быть выставлено что выставляется то есть предположим вот это торец оправки у нас да вот эта оправка естественно вы ставите сюда индикатор самого типа и обкатывается то есть обкатывается торцевое биение не должно превышать ну как минимум где-то микрон 8 до в идеале то есть это будет неплохо то же самое здесь есть определенная торцевая поверхность до под вот этой шестерни сюда тоже ставите индикатор выставляете и смотрите какие параметры то есть числовые параметры измерения будут точно такими же убедившись что торцевые биения у вас в порядке надеюсь что и радиальное биение то есть вот здесь вот допустим какая-то внутри оправочка стоит да вы на нее также ставите индикатор обкатывается здесь тоже должно быть в районе ну сот когда обычно говорят со . да то же самое или здесь радиальное биение этого в принципе вполне достаточно для нормальной прикатки шестерен хорошо проверено на геометрическую точные шестерни установили ваши шестеренки зафиксировали и возникает вопрос как же вот их такого это вот обычно часть неподвижно да а двигается вот эта часть оттуда обратно она может подходить подходить и изменяться соответственно на высоте да то есть какой то может быть изменение по высоте их верхней итак но как неподвижно на вращается естественно дату finalement не перемещается вот в этом направлении эту сюда туда но не перемещается хотя конструкция есть разное оборудование но в основном это ведущие шестерня имеет определенные передвижения и так если посмотреть на чертеж вот допустим вот этой шестеренки да то есть вот его 6 на 16 на 2 я так люблю называть более так удобно вы получается обращайте внимание на чертеже от торца этой шестерни до какого-то расстояния . к сожалению здесь платья 12 1 шестерня от торца до какого-то расстояния вот допустим вот этой точке будет задан размер какой-то размер x так задан размер и от торца от торца вот этой вот детали до до сюда тоже заодно будет размер это размер y что это за размер естественно у вас заданы два размера это называется монтажный размер вот эта точка пересечения вот этих двух размеров является монтажным размером соответственно когда вы выставили вот эту вот свою шестеренку на координату y по высоте так то вы подводите вашу шестерню на расстояние x и получается что у вас вот такое вот сопряжение которое вы видите сейчас на экране такое же сопряжение это имитируется как сказать установка ваших шестерен непосредственно в узел то есть какой-то редуктор до какой-то механизм идущий мост и далее то есть вот точно на таких же расстояниях они и будут устанавливаться в редуктор то есть какой-то картерная деталь будет да тут будет будет здесь какая-то посадка крепление этой 6 они картерные детали то есть вот здесь у вас будет грубо говоря потом да вот это будет все редуктор на и вот также они будут внутри эти шестеренки стоять здесь будет этот вал куда-то выходить из какой-то будет примеру фланец и поехали то есть вот такая будет нутрянка здесь будут какие-то оси выходить до от этой вот шестеренки вот у вас получается как бы имитация зацепление шестерен в редукторе только вот посредством контрольного обкатного станка когда вы установили на монтажное расстояние выставили хорошо вы должны проверить боковой зазор то есть вы фиксируете примеру шестерню номер два и пытаетесь провернуть шестерню номер один здесь ставите индикатор до на зуб поставили индикатор и сначала поворачивайте сюда до упора и потом выставляете до упора сюда то есть когда упрется вот эти 6 зубья шестерен до упрутся в шестерню номер два здесь получается какое-то отклонение обычно колебания такого бокового зазора там где-то от 0 15 до 0 35 то есть лучше слишком маленькая не ставить уж там будут в раз по работа шестерны но опять же в каждом чертеже в каждой паре указаны свои боковые зазоры крау проверили боковой зазор выпроворачиваете шестерню то есть вы проверили в этом секторе да потом проворачиваете проявляете вот в этом секторе и вот в этом секторе если у вас значение плюс-минус одинаковые то это хорошо если значение отличаются то этот параметр называется колебания бокового зазора то есть а насколько он колеблется скажу так если у вас большое колебание бокового зазора то есть здесь два варианта либо вы шестеренки установили неправильно что-то попало под шестерню да то есть она стоит неровно то есть у вас вот одна шестерня до вот стоит 2 6 и это шестерня то есть она стоит под каким-то вот таким наклоном это слишком условно но все же по таким вот наклоном соответственно вот в этом месте будет практически не будет бокового зазора а в этом месте боковой зазор будет достаточно большой то есть если колебания это значит 6 установлено неправильно либо радиальное биение пушистыми очень большой то есть она и как большое на это же параметр по радиальному биению зубчатого венца будет отклонение колебания бокового зазора хорошо берем идеальный случай у вас были колебания бокового зазора получилось а в идеале все хорошо теперь начинается процесс при катке для начала вы можете просто катануть 6 или посмотреть как она катится хорошо накатится плавно нету каких-то построен шумов заклинивание подъедание и так далее а потом вы берете допустим три-четыре зуба красить окраской то есть вы полностью прокрашиваете с одной со второй стороны прокрашиваете прокрашиваете и начинаете опять же вращаете вращается ведущая шестерня вращают ведомую и обкатываете 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 несколько оборотов достаточно сделать после чего после чего есть танки которые кстати позволяют даже притормаживать да вот эту шестерню то есть вот это и вы вращаете а вот эту допустим здесь какой-то стоит тормоз который позволяет притормозить эту шестерню да пусть притормаживает соответственно вот этой шестеренки номер один которая у нас есть сложнее и провернуть и она более вот здесь более плотно начинает работать ведомая с ведущей шестерни и отпечаток получается более хороший после того как вы прикатали вы смотрите отпечаток так получился отпечаток естественно такой весь внутри закрашены да само собой печаток вы посмотрели обычно смотрят на ведущей шестерни да то есть посмотрели отпечаток с одной стороны нормально со второй посмотрели отпечаток тоже все неплохо хорошо и тут важный вопрос важный вопрос опять же вы должны смотреть насколько насколько гуляет так называемый отпечаток то есть вот здесь вот может отпечаток быть вот так у тут так вот он допустим получился ну какой то такое более менее неплохой да а вот дальше менять дальше а вот допустим с этой стороны вот здесь да он будет здесь отпечаток то есть это называется же пятно контакта но гуляет да то есть она гуляет стороны в сторону соответственно что ваша 6ірня как я уже показывал она либо вот такая да то есть какая это либо есть какие-то отклонения по зубчатому венцу соответственно вы должны перри проверить данные детали гулять 6 River должна да может быть какой-то небольшой небольшое смещение но они не должно быть такое как я вам показал то есть не должно быть допустим на большом модуле да здесь на малом модуль это недопустимо соответственно ваши пятна контакта должны быть и по высоте и по длине соответствовать вашему чертежу естественно здесь есть отступ от краев не только по боковым поверхностям да но и опять же есть и отступ по вершине то есть от вершины и от впадины в каком-то диапазоне должно находиться ваше пятно а вообще пятно контакта это сугубо индивидуально на каждом предприятии в каждом случае определенным даже с каждой так сказать на каждом оборудование есть свои тонкости в определении пятна контакта если брать гостовское определение пятна контакта оно должно быть по моему там не менее там 70 процентов по длине там 80 по высоте этом ну короче определенные параметры такое пятно получается если брать более совершенное оборудование там пятна уже получаются такие вот более как ромбик да то есть они такие вот в центре и под нагрузкой как утверждают она растягивается но это мы видели в процессе уже эксплуатации да так и происходит петло контакта растягивается и уже работает весь зубчатый венец ну это уже более прогрессивное оборудование что еще может получиться если вы к примеру поставили на монтажное расстояние которое вам уже показал да то есть у вас есть два размера вот это пересечение сейтома выставили в монтажное расстояние и у вас примеру боковой зазор очень-очень маленький естественно вот эта шестеренка да вот эта шестеренка она в большинстве случаев регулируется в редукторе то есть она имеет перемещение тоже вперед-назад соответственно вы можете изменить монтажное расстояние то есть отодвинуть ее от ведомой шестерни в этом направлении к примеру там ну нам 0 одну десятую миллиметр отодвинули появился боковой зазор отличные пятна контакта все катается все нормально пятно не гуляет не шумит не заедает все хорошо соответственно вы должны допустим здесь у вас размер примеру 100 данную монтажный размер вы должны написать что вот эта шестерня прямо на ней пишут обычно до минус допустим 100 минус 01 то есть это говорит о том что эту шестеренку при установке в редуктор какой-то до необходимо учесть что данную шестерню нужно устанавливать дальше дальше от ведомая шестерня на одну десятую миллиметра при этом вы сможете получить оптимальное зацепление плавность хода и работы на ваши шестерни вообще я вам скажу так контрольно-обкатные станки в большинстве стоим они все одинаковые до схемы различные там установки где-то там это горизонтальная компоновка где-то вертикальная то есть различные варианты существуют контрольно-обкатных станков что могу сказать единственное верно если вы не хотите измерять все параметры вашего зубчатого венца то вы можете поставить на контроль на вкатной станок катанусь посмотреть пятно контакта как оно расположено на зубчатом венце и по нему уже любой опытный зуборез или если вы только начинающие хотите стать опытным зуборезом вы уже по пятну контакта по его расположению как она себя ведет за оборот вы можете определить насколько точно и правильно изготовлена ваша шестерня и как насколько правильно изготовлен именно зубчатый венец что касается остальных параметров естественно их нужно контролировать обязательно на этом все друзья надеюсь что вы поставите лайк этому видео поделитесь со своими друзьями а я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока